всем привет добро пожаловать на канал гарный человек меня зовут игорь я увлекаюсь водородными разработками как видите у меня новая мастерская здесь я буду теперь творить и скорее всего видосы будут видео будут более чаще выходить да но я наверно поторопился снимаю видео у меня сзади меня еще ничего толком не готова нет нормального освещения розеток нет шкафчик обратили внимание для того чтобы хоть как-то что-то там улучшить в кадре я вам поставил светильник это кстати мои руки такой интересный абажур я сделал куда два или три назад в общем такая красота получилась и она сегодня украшает мое видео значит я готовил для вас большой интересный ролик ну думал будет интересный и большой ролик собрал генератор очень интересные функции с очень интересной функцией генератор который производит газ брауна точнее производит водород и кислород по отдельности но при этом токопроводимость у него хорошая должна быть по крайней мере я на это рассчитывал но друзья так случилось что я начал затягивать болты точнее друзья я заказал металлические конструкции металлоконструкции и чуть-чуть накололся а именно я заказал внешние стенки вместо трех миллиметров одним один миллиметр и из-за этого когда я начал стягивать конструкцию ее всю деформировала нормального прилегания к прокладкам не произошло и она просто на самом деле получилось сквозная ну то есть она получилась с дырками с отверстиями на изгиб рассчитывал что я смогу вам при минимальных затратах энергии запорву я видео большой на видеофильму которым я хотел показать как можно собрать генератор и довольно эффективно разделять газы при этом процесс электролиза будет как при производстве газа брауна на это и рассчитывал ну вот как видите немножко я прогадал вот но значит будет раз раз так уж получилось то придется сходу на коленочке снять видео с мембранами то есть в нашем генераторе стоят мембраны мембраны как говорится из говна и палок ну по крайней мере я рассчитываю что это будет отличной альтернативой сегодняшним китайским мембранам которые позволяют получать водород с кислородом отдельно но там мембраны конечно эти протон обменные они довольно дорогие я нашел два варианта альтернативы и вот прям сегодня раз уж так получилось прям сегодня мы с вами протестируем да повторюсь освещение у меня так себе ну пока следующим роликом я думаю уже все будет хорошо будет нормальный свет и мы сможем более интересные эксперименты проводить но сегодня вот я довольно просто одет потому что максимально все спонтанно и значит сегодня мы с вами проведем такой маленький эксперимент довольно спонтанный и посмотрим будет ли два материала которые я отобрал довольно эффективно расщеплять воду но в процессе электролиза и при этом еще и разделять газы вот два материала в принципе я из них уже сделал прокладки прокладки для генератора который пошел у меня по одному месту вот такие прокладочки причем с двух сторон стекловолокно для того чтобы сделать ребра жесткости и в принципе жесткость придать самой мембране по краю залитой эпоксидкой отверстия тоже залитой эпоксидкой в общем вот такие вот интересные мембраны получились два варианта мембран ну что давайте быстренько протестируем не буду я вас томить и посмотрим как поведут они себя начнем с наверно с того начнем в первую очередь начнем с того не пропускают ли наши мембраны жидкости из одной части в другую для этого я заранее подготовил такие емкости сейчас более подробно это все дело покажу берем воду и ее наливаем в принципе много не нужно нам нужно посмотреть будет ли она просачиваться она она в принципе проклеил хорошо сначала двухстороннему к двухстороннему скотчу а потом термо клеем но вот сухо даже пыльная искал емкости старенькие какие-то попались туда сухо а вот смотри немного влаги есть но это в принципе нормально в целом конечно она я пробовал не дуть воздух она не пропускает вот образец 1 и образец 2 2 заливаем ну как мы видим бумага намокает ну а в целом тоже все сухо то есть она держит влагу в принципе в таких условиях оба варианта пока актуальны теперь проверим их на производство газа будут ли они генерить газ ну что друзья я добавил буквально немного соли чтобы проводимость была щелочь пока не стал добавлять 10 вольт ток всего лишь 13 сотых ампера расстояние между анодом и катодом порядком 10 миллиметров но нам нужно увидеть есть ли электролиз мы видим что он есть генерация происходит значит мембрана работает вот посмотрите еще раз так сейчас я попробую подсветить секундочку вот так вот сделал о другое дело я в принципе когда тут все это дело собирал с фонариками на голове сидел тут просто чуть ли не это не свечами не при свечах собирал генератор да смотрите как прикольно работает вот так даже лучше наверное будет да генерация есть так теперь возьмем бумагу что же у нас с бумагой друзья с бумагой у нас количество тока увеличилось но незначительно и обратите внимание расстояние из-за того что я бумагу приклеиваю не подумав я сделал дугой и поэтому анод с катодом близко нельзя поднести добавил также соли и что мы видим сейчас попробую подсветить так фокусируемся процесс идет сейчас попробую вот как-то вот тяжело в темноте это еще с фонариками но в целом вы видите да генерация идет причем по моему даже лучше генерация чем когда сейчас попробую сфокусировать так так давай вот так вот давайте видите расстояние больше но генерация сильнее очень удивительно что кажется что только с одной стороны как будто здесь какая-то тишина а значит там бурлит но тихо а здесь прямо активно в общем друзья вот такие вот мембрана у меня получаются понятное дело что наверно требуется замерить выход газа из той мембраны и с этой и одинаковые условия должны быть по электропотреблению для того чтобы конкретно и точно понять что эффективнее использовать при электролизе когда надо разделить газы вот также друзья в следующих уже видео ну раз так получилось я уже покажу переделанный вот этот вот этот вот этот генератор и самое главное расскажу для чего я его делаю что с ним дальше будет для чего мы разделяем газы вот поэтому подписывайтесь я думаю теперь когда моя маленькая мастерская будет оборудована светом у меня появится больше возможностей делиться с вами своими какими-то маленькими экспериментами и не маленькими потому что кое-что интересное я вам рассчитываю показать в ближайшее время ну действительно очень интересно и необычно подержу этот козырь в рукаве но я думаю вас он точно удивит спасибо за просмотр спасибо за лайк пока пока